Турецкий язык. Сочинительные союзы. Сролама Баалачлары. Ве и Ле. Турецкий язык. Сролама Баалачлар. Дословно, если переводить Баалач, это соединитель. Баалачлар, это такие соединители. Это слова, которые соединяют слова, группы слов, предложения или соединяют части сложного предложения. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим сочинительные союзы. Филологи назвали в русском языке такие союзы сочинительными. По-турецки называются Сролама Баалачлары. Сролама от слова Сроламак, что переводится как перечислять, потому что данные союзы используются, когда мы перечисляем несколько предметов или несколько слов. И в таких случаях мы соединяем их вот такими союзами. Сролама Баалачлары. У нас их всего два. Это Ве и Иле. Они очень похожи по смыслу и по функции. Давайте рассмотрим каждый в отдельности. Союз Ве соединяет слова и выражения в предложении. Союз Ве на русский переводится как И. Сразу рассмотрим на примерах. Чантамда, колем, джетвель, ве, токавар. В моей сумке есть ручка, линейка и заколка для волос. Тока. Мы что делаем? Мы перечисляем предметы, которые есть у нас в сумке. И в таком случае мы можем использовать союз Ве. Чантамда, колем, джетвель, ве, токавар. Здесь все просто. Еще один пример. Саша, Ве Маша, Бусяне, Туркее, Татиле, Гидедедеклер. Саша и Маша в этом году поедут на отдых в Турцию. Кто у нас поедет в Турцию? Несколько человек. И мы их перечисляем. Когда мы их перечисляем, мы их соединяем с союзом Ве. Саша, Ве Маша, Бусяне, Туркее, Татиле, Гидедедеклер. В предыдущем предложении мы соединяли предметы. В этом предложении мы соединяем людей, перечисляя их. Еще один пример. В данном предложении союз Ве соединяет атрибуты, прилагательные, которые принадлежат Мюкремину. Еще возьмем пример. Он взял со стола торт и съел. Здесь у нас союз Ве соединяет действия, которые сделаны одним человеком. В данном случае это кто-то, он взял со стола и съел. То есть мы соединили действия. Еще союз Ве соединяет простые предложения в составе сложных предложений. Если до этого мы смотрели в примерах, когда он соединял слова, они могли быть предметами, они могли быть людьми, они могли быть прилагательными, они могли быть действиями. То здесь мы возьмем пример, когда два простых предложения соединяются при помощи этого союза. Учаын капысы очилды ве дышары ортаяшты бир адам чикты У нас здесь есть два предложения Учаын капысы очилды распахнулась или открылась дверь самолета Это у нас одно предложение И второе предложение дышары ортаяшты бир адам чикты Наружу вышел человек среднего возраста И мы можем соединить при помощи союза ве два простых предложения и получить одно сложное предложение Учаын капысы очилды ве дышары ортаяшты бир адам чикты С этим союзом все просто, думаю у вас вопросов не будет Переходим к следующему союзу Союз и ле переводится на русский язык как с Союз и ле соединяет слова и выражения в предложении То есть он делает ту же самую функцию как и союз ве Здесь главное не путать союз и ле с послеслогом и ле и с аффиксом ла ле Потому что они по смыслу очень похожи в русском языке Но использование в турецком языке немножко разное Сейчас возьмем пример и уже на основе примера я попробую показать вам разницу между союзом, послеслогом и аффиксом Пример у нас такой В школе мои любимые предметы это музыка с рисованием Также можно перевести на русский язык В школе мои любимые предметы это музыка и рисование По смыслу это в принципе одно и то же Теперь смотрите Когда у нас слово или выступает в роли союза Оно выступает тогда, когда оно соединяет два предмета Два каких-то слова, которые мы перечисляем Если оно соединяет, то есть находится между ними, значит это союз Есть у нас еще послеслог или Например, можно сказать вот так это предложение В школе мои любимые предметы это музыка с рисованием По смыслу будет практически то же самое Но когда или выступает в роли послеслога Оно объединяет предмет Если у нас music или resim Это значит музыка и рисование Ну или как бы музыка с рисованием Но отдельно каждый за себя То когда мы говорим music resim или Это значит, что мы взяли и объединили Music и resim в одно целое Еще раз смотрите Когда у нас союз Тогда получается что То можем каждое сказать по отдельности Мы говорим Но мы объединили в одно предложение И перечислили их И говорим Если бы мы в этом предложении использовали послеслог или У нас получилось бы так Здесь было бы уже множественное число Потому что музыка и рисование мы объединили в одно целое И так как оно состоит из двух предметов Нам нужно было бы сказать уроки А в данном виде предложения Когда мы используем союз Мы не говорим А говорим просто Это маленький нюанс Надеюсь, вам будет понятно Может быть, будут с этим сложности Посмотрим еще на примерах Чтобы легче понять Он или она спрашивает О расстоянии между солнцем и землей На русский язык мы можем переводить здесь Как и Можно, конечно, сказать Что он спрашивает О расстоянии между солнцем с землей Но как-то будет не очень по-русски Мне кажется, вот так лучше В данном предложении У нас есть расстояние между предметами И мы перечисляем эти предметы Между которыми у нас это расстояние Еще пример Ее мама с тетей Остановились в одном дорогом отеле Здесь можно сказать Ее мама с тетей Или можно сказать Ее мама и тетя Остановились в одном дорогом отеле Итак, и так Еще один пример Здесь вообще у нас, смотрите Есть или как союз И есть или как послеслог Переводится так Фиолетовый цвет получается Посредством смешивания Красного и синего цветов Вот здесь слово посредством Оно как раз возникает Из послеслога или Корышимы или Потому что здесь у нас поддержка средства А союз или у нас соединяет Два слова Это красный и синий Мы перечисляем слова Цвета При смешивании которых Получается фиолетовый цвет И поэтому можно Перевести как и На русский язык Можно перевести и как с Можно сказать Фиолетовый цвет получается Посредством смешивания Красным с синим Или красного и синего цветов И так и так Надеюсь здесь тоже все просто И как вы видите Союз Ве и союз Иле Очень похожи по своей функции Например Если мы В примерах Предложений с союзом Иле Заменим Союз Иле на союз Ве То у нас не изменится Смысл этих предложений Например Можно так сказать Без проблем Точно так же можно сказать Тоже мы можем использовать Никакой разницы нет И теперь посмотрим В каких случаях Все-таки разница есть И мы не можем использовать Союз Иле Вместо союза Ве Например Вот в данном случае Мы не можем сказать Это будет неправильно Значит Что у нас Союз Иле Не может соединить Атрибуты в виде прилагательных Какого-либо предмета То есть если у нас Есть прилагательные Которые принадлежат Какому-то одному предмету Мы не можем их перечислять При помощи Союза Иле И второй вариант Когда Мы соединяем Два простых предложения В составе Сложного предложения Например При помощи Союза Ве Мы можем соединить У нас здесь два предложения Я пришел из школы И потом Я пошел на курсы английского Но Мы не можем соединить Два простых предложения При помощи Союза Иле Неправильно сказать Это будет неправильное предложение Вот этот момент Мы должны запомнить И в таких случаях Не использовать союз Иле На этом Этот небольшой урок Закончен В следующих уроках Из этой серии Будем разбирать Более сложные Частицы И союзы Спасибо за внимание Если вам понравилось Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Чтобы смотреть Свежие видео До скорых встреч